Итак, в этот раз юные художники представили на суд зрителей изображение лошадей. Конь не просто животное. В разных культурах ему приписывались чудесные свойства. Считалось, что лошадь обладает волшебными силами. Лошадь, конь – это же славянский символ, очень-очень важный, потому что конь представляет собой образ солнца для русских людей. И даже изба – это был тоже образ коня. Впереди на крыше был вырезанный конь, голова коня. И сзади мочало, был хвост даже, четыре угла избы – это были четыре ноги коня. И печь даже в середине символизировала вечно такой вот животворящий огонь. Символично и то, что каждый, работая над темой, изображал немного себя, своего внутреннего мира. Лошадь – это символ еще и творческих людей, которые прежде всего пахари. И только после тяжелой паходы вырастают крылья, и ты можешь порхать, как бабочка. Поэтому дети сегодня у нас, вот видите, ходят по облакам, потому что, ну, они хорошо напахали, поэтому эта выставка уже как результат. Не только рисунки, но и роспись по ткани на футболках. На этой выставке воспитанники студии нарисовали собственные фантазии на лошадиную тему на одежде. Стандартным быть неинтересно, быть предсказуемым не то. Все думают, что ты лошадка, а ты бабамс и конь в пальто. Я люблю какие-то интересные образы, и просто лошадку было бы скучно нарисовать. Сказочный конек-горбунок и сивка-бурка – вполне реальные и грациозные скакуны, фантазийные и веселые лошадки и мчащиеся тройки. Разнообразие образов поражает. Эти кони обозначают зимние месяцы. Декабрь, январь, февраль. Вы вместе рисовали или по отдельности очень? Мы рисовали по отдельности, но сидели рядом. Какой техник вы использовали? Как время много ушло? Шло примерно 2-3 занятия. И как вам? Сложно было рисовать лошадки? Не очень. И только лошади летают вдохновенно. Песни из известного мультфильма про маленький секрет как нельзя лучше иллюстрируют эту выставку. А также характеризуют каждого участника, каждого юного, талантливого и трудолюбивого художника. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».